На прошлом уроке, разбирая аят линукриджа бихи, хаббаву ванабата, мы остановились на разборе глагола нукриджа. Мы сказали, нукриджа это фиалун мударин, мансубун би анн. Этот глагол поставлен в состояние нас посредством частицы анн, который превращает или скажем переводит настоящий после него глагол в настоящее будущее времени в мастер, в имя действия, в отглагольное имя. Значит фиалун мударин, мансубун би анн, поставлен частицы анн в состояние аннасп, мансубун би анн мудмаратан, поставлен в состояние аннасп, посредством скрытой, подразумеваемой частицы анн. Частицы анн бывают явные, то есть видные, читаемые, а также бывают скрытые, подразумеваемые. Также следует сказать, что частицы «Ан» бывают в некоторых случаях только скрытые, подразумеваемые, в некоторых случаях только явные, читаемые, а в некоторых случаях бывают скрытые, подразумеваемые в допустимой форме. Значит, в трех вариантах. Частицы «Ан» бывают скрыты в допустимой форме в одном случае, это после упомянутого нами предлога родительного падежа «Харфа джар» «Лям», то есть определенным условием, как вы отмаете «Ленух Ряджа». Это значит, что в другом месте частица «Ан» может быть явной, произносимой, как, например, в аяте «Умирту ли ан-акуна ау валяль мусульмин?» Мне также повелено быть первым из мусульман. Здесь мы видим «Ан» читается. Здесь, в этом аяте, мы видим явную, видную частицу «Ан», которая стоит между харфу-ль-джар, предлогом родительного падежа, и глаголом настоящего будущего времени Акуна. В то время, как в этом аяте, мы видим, что частица «Ан» скрытая, подразумеваемая. Итак, нух риджа это фиалун мудариван. Ансубан би ан-мудмаратан. Поставлен в состоянии «Ан» частицы «Ан», будучи скрытой, подразумеваемой. Джавазан, т.е. мудмаратан джавазан. Т.е. скрытый, подразумеваемый в допустимой форме, в данном случае. Ансубан би ан-мудмаратан джавазан ба'далямит талил. То есть, глагол поставлен в состоянии «Ан» посредством частицы Н, скрытой или подразумеваемой в допустимой форме после предлога родительного падежа, то есть после харфа Джар-Лам, указывающего на причину и цель действия. Если у нас есть глагол действительного залога, то есть указывающий на того, кто совершил действие, мы должны указать его фааль, то есть его действующее лицо. Поэтому мы дальше говорим о фаальху, то есть его фааль, действующее лицо этого глагола, это скрытое в обязательном порядке местомение, и это скрытое местомение, это нахнум, потому что это форма глагола множественного числа первого лица, на что указывает приставка нун в начале этого глагола, глагола Нухриджа. Дальше мы говорим ва-ан ума дохалат алейхи, то есть частица ан вместе со всем тем, к чему она добавлена, все это вместе фи махалли джер би харфи л джерри, на месте падежа аль джер, будет на месте падежа аль джер, посредством предлога родительного падежа лам. Мы так сказали, потому что частица ан превратила стоящий после него глагол в мастер, в имя действия, которое является именем существительным, так как мы знаем, что харфу джер добавляется только к именам, как явным, так и условным, то есть уводимым или извлекаемым, понимаемым, получаемым из совокупности частицы масры и стоящего после него глагола, например. Таким образом, получается, что харфу джер лам на самом деле добавлен не к глаголу Нухриджа, хотя и на первый взгляд так кажется, а к масру, то есть от глагольному имени, которое понимается и получается от частицы ан и стоящего после него глагола Нухриджа. В конце мы говорим, что аль-джару валь-маджруру, то есть харфу джер лам, извлекаемые, понимаемые, подразумеваемые из частицы ан и глагола Нухриджа от глагольного имя, то есть мастер, все вместе аль-джару валь-маджруру, мута'алликани, то есть связанные, состоят в смысловой связке с глаголом анзалем. То есть анзальна, мы низвели воду, для чего? Линухриджа бихи хаббаву ванабад, то есть чтобы вывести посредством этой воды зерна и растения. Здесь глагол Нухриджа, глагол и стоящий перед ним харфу джер лам, все это место можно заменить мастером, анзальна, мы низвели лил и храджи, ради извлечения. Дальше, бихи. Аль-ба это харфу джер лам, предлог родительного падежа, мабнио аля касри. Аль-хау это домир нуттасл, следное мастимин мабнио аля касри, с неизменяемым окончанием с касри на конце. Фи махалли джер ин бихарф л джери. На месте падежа аль-джар, посредством предлога родительного падежа аль-ба. Валь-джару валь-маджруру мута'алликани, состоят в смысловой связке, связанной с глаголом бельфи'али нухриджа, состоят в смысловой связке с глаголом нухриджа, то есть вывести посредством чего или чем посредством этой воды. Дальше хаббан, слово хаббан это мафулм бихи, это прямое дополнение, то есть вывести что? Вывести зерна и растения. Мафулм бихи мансубан бельфи'али, глагол мафулм бихи мансубан бельфи'али, это имя, мафулм бихи, прямое дополнение, поставленное в состояние аль-насп этим глаголом, глаголом нухриджа. У аля мута'аллик, признаком состояния аль-насп в этом слове является аль-фатха тазахирату аля ахири, явная фатха над его окончанием. Почему фатха? Потому что лянна хусмун муфраду, лянна хусмун муфраду, потому что слово хаббан это имя единственного числа. А почему явная фатха? Потому что нет причины его скрывать. Останавливаемся на этом, миша Аллах, на следующем уроке мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok